В общем, вкратце, для тех, кто не видел мои предыдущие видео, хочу рассказать о том, что для того, чтобы создавать эффект трещин, нужно создать какую-то базу, основу, на которой ложится лак. И не забывать о том, что какого цвета вы хотите сделать, чтобы были вот эти вот эффекты потрескивания, такую базу нужно создавать. Поскольку у нас будет яйцо в стиле винтаж, не забываем палочку сразу одевать. Вот я буду, я хочу, чтобы потрескивания были нежно-розовые, да, то есть винтаж такой, у него все такие пастельные цвета, причем такие очень-очень светлые, да, оттенки и нежные. Поэтому вот я буду вот таким вот приминанием наносить краску на яйцо. Палочка у меня выпала, я ее сейчас обратно одену. И когда мы прокрасим уже все яйцо, оставляем его на сушку. Когда краска просохла, мы будем следующим этапом наносить лак для потрескивания. Наношу я таким слоем, вот как, допустим, мы, девочки, женщины, красим ногти, да, где-то таким слоем. Вот, точно так же буду наносить на яйцо. Помним, да, что серединку я оставляю не прокрашенной, да, буду только верхушечку и низ, потому что посерединке будет ленточка. Прокрашивать буду два слоя, сначала один, потом подсушим, потом еще один слой, чтобы, если нанести сразу очень много, то он будет растекаться и будут некрасивые подтеки. Следующим этапом мы будем прокрашивать яйцо белой краской, акриловой, по всей основе. Единственный нюанс, когда вы будете наносить краску, вы можете брать толстый слой, от этого будут толще трещины, но при этом не проходиться по одному и тому же месту несколько раз, от этого будет меньше трещины и от этого они даже могут не проявиться. То есть вы, когда взяли краску на спонжик, наносим ее вот так вот, не возвращаясь в те моменты, где уже прошлась краска. Ну и вот, когда подсохла, получились очень такие симпатичные потрескивания, везде разные. Да, следующим моментом я подготовила кружева, которые буду приклеивать на горячий клей. Отрезала нужную мне длину. Вот, и взяла очень много разных всяких бусинок, бисеринок, вот такие вот половинчатые розочки, половинчатые жемчужинки. Вот, и основные я цветочки, первые, буду накладывать вот здесь, в месте стыка кружева, чтобы было меньше видно каких-то дефектов, хотя, в принципе, и так уже не видно, и не знаю, насколько вы вообще, ну, реально ничего не видно. И когда я по периметру вот так вот наклеила розочки, да, кстати, так, если сверху смотреть, то получилось, что крестиком приклеила все это. Вот, я сейчас буду с помощью контурной краски по стеклу и керамике, белая, буду делать эффект кружева. Я не буду делать это везде, только в некоторых моментах, тут вот, тут вот у меня такие трещины, а здесь можно добавить немножко. И точно так же я сделала внизу. Ставим на палочку и оставляем сушиться. Продолжение следует...